На что потратить средства из республиканской казны в 2019, 2020 и 2021 году? Это сегодня предложили обсудить общественности. В Чебоксарах прошли публичные слушания по проекту бюджета. С 1 января 2019 года в силу вступят изменения в налоговом законодательстве. Так для бизнеса на 2% поднимется налог на добавленную стоимость. В качестве компенсации компании освободят от налога надвижимое имущество. А так, если поступления от НДС всегда шли в федеральную казну, то от движимого имущества раньше оставались в республике. Потеря бюджета оценивается в 2019 году порядка 971 миллион рублей. В 2020-2021 годах более 1 миллиарда рублей ежегодно. Кроме того, штрафы за нарушение ПДД теперь отправятся в дорожный фонд и станут целевыми. То есть тратить эти деньги можно будет исключительно на дороги. А это по оценке специалистов 450 миллионов рублей в год. В итоге бюджет республики в 2019 году составит по доходам почти 47,5 миллиардов рублей. Среди основных статей – социальная политика, здравоохранение, культура и туризм. Самая же крупная статья расходов по-прежнему – образование. 29% от общей суммы или 13,5 миллиардов рублей. По закону, не позднее, чем за 10 дней до публичных слушаний, граждане могут внести в проект бюджета свои предложения. В этот раз этим правом воспользовались жители деревни Кашмаши, где из-за аварийного состояния закрыли старую школу. Поступило обращение инициативной группы граждан, жителей деревни Кашмаши, высел Харакасы, Маргаврского района Чувашской республики, с просьбой о выделении бюджетных ассигнований на строительство школы. Данный законопроект сегодня будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам. Если комитет инициативу поддержит, вопрос вынесут на сессию Госсовета 16 ноября. Тогда же депутатам предстоит утвердить и проект бюджета в целом. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.